Давайте начинать. Повод у нас памятный. И с чего я хотела бы начать? Так это с того, что Сергей Михайлович очень... Он бывал у нас в зале, и я даже свою презентацию начну с его фотографии в нашем зале, вот на этом самом месте, позже увидите. И на одной из таких конференций у нас был круглый стол. Вот за этим круглым столом, овальным столом мы сидели с нашей администрацией и Сергеем Михайловичем, и планировали, по-моему, это был 17-й год. Ольга Викторовна, вас не видно. Вас не видно, ни стола не видно, поэтому мы... Включите, пожалуйста. Я просто... Секундочку. Спасибо. Спасибо, Аркадий. Дальше садитесь. Спасибо большое. Да, и вот мы сидели за этим круглым овальным столом и планировали проведение конференции на светлояль. Сергей Михайлович оттягивал какое-то время, потому что он все время старался доделать инструментарий и уже в полной красе как бы вот предстать, и чтобы конференция состоялась именно на озере Светлояр в оптическом театре. Но, к сожалению, эта конференция, она у нас состоялась лишь спустя вот сколько-то лет, и уже, к сожалению, без Сергея Михайловича. Но, как мы помним, многие из присутствующих, даже не побоюсь этого слова, как минимум половина из присутствующих, присутствовали на этой конференции в оптическом театре, и мы помним, что незримо Сергей Михайлович, он тоже с нами был. И я думаю, что и сейчас он где-то как-то с нами, и слышит о том, что мы его помним, и устраиваем встречи, и различные мероприятия. Дарья очень много делает на эту тему, Сергей. И мы тоже, наверное, должны радоваться этому. И сейчас я хотела бы... А, один момент я не упомянула о том, что оптический театр, между прочим, был соорганизатором всех наших трех конференций, которые прошли под эгидой, вот под этим названием «Искусство звука и света». И первая конференция, и он лично присутствовал, и были показы, и вот Сергей тоже участвовал в этом, и Дарья нам играл на инструментах Сергея Михайловича. И сейчас можно сказать, что наш семинар тоже и при участии в оптическом театре происходит. Итак, я должна дальше объявить о том, что у нас будут некоторые изменения. С позволения Янины Дмитриевны, можно ли нам постить доклад Анастасии Борисовны Первым? Спасибо большое. Тогда, Анастасия Борисовна, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Да, действительно, очень много родных лиц и много говорили уже про Сергея Михайловича эти лет на конференции, которые проходили в Казани. Сергей Михайлович приезжал с 1969 года. И, собственно, мой доклад, он как раз о том, что в нашем архиве, в архиве фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства Прометея имени Галеева остались и печатные цифровые следы деятельности Сергея Михайловича. И очень много еще чего не разобрано. У нас большие планы впереди. К нам постоянно приходят новые материалы от учредителей нашего фонда, племянников Влад Макмуча Галеева. И я просто, когда находилась в его квартире, видела, что ни одна папочка подписана Зорин. Поэтому я думаю, что в этих папках будет у нас очень много материала, который предстоит изучить. Но даже то, что сейчас есть у нас, оно дает такой срез творчества как самого Сергея Михайловича, так и развитие светомузыкального искусства в нашей стране. И здесь, нужно сказать, много уже будет сказано более подробно про его полтавский период, про контакты полтавчан и про работу над светомузыкальными компонентами. У каждого есть свои направления. Меня всем слышно или я фоню тоже? Или кто-то... Мы все хорошо слышим. Хорошо, ладно. Вот путь Сергея Михайловича, он уникален, я считаю, с одной стороны, потому что он многогранен, раз, а с другой стороны, всегда верен единой цели. Это создание искусства, которое облагораживает людей и отражает правду жизни. И об этом он неоднократно говорил, и во многих материалах конференции вот эта красная линия проходит, и поэтому вот такое облагораживающее искусство, причем искусство не цифровое, он, в общем, от пикселей всячески отказывался в своем тверчестве, что только живой свет, преобразованный с помощью творческой силы художника, он вот приносит такое... новые ощущения людям, и это ощущение, оно облагораживает. Как я уже сказала, Сергей Михайлович впервые приехал в Казань в 1969 году на вторую конференцию «Свет и музыка» вместе со своим учителем Юрием Алексеевичем Прабдюком, и он показал там цвето-динамическую композицию на музыку Мариса Равеля на своем портативном светомузыкальном инструменте, который, я так понимаю, сейчас отреконструированный, стоит замечательный. Мы его видели этим летом на Светлояре, и вот с этим светомузыкальным инструментом он исполнил произведение, чем вызвал вообще бурю восторга. Галеев после этого пишет в своей восторге в газете «Молодь Украины», «Барви музыки» называется это произведение, его статья. И, в общем, в дальнейшем, на самом деле, при всех показах, вот надо отметить, во многих обзорных публикациях Галеева всегда есть упоминания о таланте и о направлении свето-живописи и Прабдюка, и Сергея Михайловича Зорина. То есть он постоянно в поле зрения его творческие эксперименты были у сотрудников «Прометея», и их связывали не только научные, но и дружеские отношения. Следующая встреча состоялась в 1975 году на Третьей Всесоюзной школе молодых ученых по проблеме с тем, что Зорин выступает с отчетом о сделанном за прошедшие шесть лет. Из доклада мы узнаем, что с 1970 года, про это Енина, наверное, подробнее расскажет, в Полтаве была образована штатная лаборатория цветодинамических устройств со своей площадью, оборудованием и фондами. И в этой лаборатории было разработано и построено семь устройств. Причем важно заметить, что они были и миниатюрные, и масштабные, и все они создавались в живописной композиции, как для художественных целей, так и для релаксационных и терапевтических. И не случайно, что в 1973 году он переходит работать в подмосковный санаторий Ерина под Подольском, и там плотно сотрудничает с группой врачей, психотерапевтов и проводит с ними не только эксперименты со светоживописью, но и с видео, с лазерами, поляризованным светом и модулями по управлению светодинамических устройств разной мощности. Ну и выводы, сделанные в первой опубликованной в Казани статье, Кстати, сказать, я сейчас вам хотела еще презентацию как-то сделать, сейчас попробую. Так, Флак. А как выделиться экраном? поделилась видно презентации да мы начинаем видеть все если можно на полный экран если не получается не надо а то у нас были уже с этим заминки сейчас на полном экране нет с 5 попробуйте нажать на клавиатуре не на полный но видно нормально да давайте не будем экспериментировать дальше потому что сегодня у нас было хорошо я предлагала открыть вот так выглядел примерно в это время сергей михалыч и это материалы третьей конференции которая на которой было там у него два доклада и вот выводы которые он в первые опубликованы в казани статье осуществил они в большинстве своем остались актуальными для последующих творческих проектов выдающегося художника самое первое о чем он пишет что первый вопрос который должен задать себе света музыкант это зачем я это делаю то есть о в искусстве пишет он о сути того что должно свершиться и лишь потом говорит о том как можно это сделать то есть об инструментарии несмотря на то что инструментом он в это время уделяет большое внимание но вопрос зачем то есть о сути создаваемого контента он на первом месте для него и это показательно он подчеркивает что при предельной прототея конструкции и удобства для исполнителя нужно конструировать как можно больше цвета динамических инструментов столь же разных как и музыкальные и вот я чуть-чуть застала доклад анны тихомировой хотела тоже ждать с развитием электроники и с развитием электромузыкальных и электромузыкального инструментария вот сопоставление с классическим оркестром для зорина было тоже актуальным он каждый каждый инструмент воспринимал как отдельные то есть мог сопоставить музыкальным инструментом тоже он высказывался против автоматического управления предоставляя полную свободу руке исполнителя и это в большей частью совпадает с позицией казанской школы светом музыки и по этому поводу здесь конечно было единство ну и в заключении сергей михайлович в заключении первой статьи сергей михайлович призывает смелее осваивать пространство ведь свет нельзя заковывать в какие-то рамки и с помощью современной технологии можно творить чудеса и соответственно создавать свет в объеме тоже они только на экране на проекционном экране и вероятнее всего в семьдесят пятом году это было связано с тем что у нас уже активно выступал светопузыкальный инструмент кристалл и там свет как раз был в объеме и эксперименты сергей михайлович они полностью совпадали с этим что не только плоский экран но и свет в пространстве свет в объеме это тоже инструмент это тоже способ и технология погружать людей в искусство в приложении к материалам конференции была размещена библиография публикации по светомузыке шестьдесят девятого по семьдесят четвертый год надо сказать что казанцы собирали со всех участник конференции и вообще очень очень последовательно просматривали все библиографические издания по разным дисциплинам и собирали такие информационные листы вот я начала их вытаскивать из разных архивных папок так вот там они прям под номером и соответствии с этими информационными листами создавались потом библиографические сборники публикации по светомузыке следующему слайду перейдем света музыка в россии в ссср нашли что первое упоминание о светом музыке было в 1742 году и в общем эту тему нам уже рассказывали на конференции в петербургской консерватории представлял ее йорк иванский и он говорил что как раз вот эта музыка костеля и зримая музыка она обсуждалась в императорской академии наук в 1742 году и речи эти были зафиксированы соответственно это легло в основу легло в основу библиографических указателей различных и так вот из этого перечня его публикации по светомузыке мы узнаем что он за этот период три раза освещал проблемы света музыки в комсомольце полтавщины ну кроме этого нужно сказать что конференции 75 года собрала участников из 19 городов абсолютно разные сферы это музей скрябина и эрмитаж группа художников нецистов движения и московской экспериментальной студии электронной музыки где уже к сожалению не работал евгений мурзин мосфильм и научный совет по кирпионатике академии наук ссср из различных вузов и не и многих других организаций были люди и в общем по материалам сборника третьей конференции была такая очень масштабная и по программе конференции видим что было большой большая фестивальная программа и вот такой междисциплинарный подход и возможность взаимодействия она открывала как для теоретиков так и для практиков поистине широкие перспективы для дальнейших проектов в том числе и по совместным публикациям и вот мы видим что первая публикацию зорина была с рустемом фатаховичем сайфулиным нашим ветераном и потом в результате они делали рецензию сборники а потом соответственно вот вышла книжка светомузыкальные инструменты в соавторстве с булатом ахмудчим галеевым с рустом фатаховичем и сергеем михаловичем в библиографическом указателе изданном в казани находим информацию об участии зорина в сборниках посвященным методам интенсивного обучения использования светомузыкальных устройств в медицинских целях в передаче информации и в рекламе на четвертой конференции по светомузыке зорин представил уже четыре доклада на двух секциях теории светомузыкального синтеза и техника светомузыки в первом докладе высказываются важные размышления о том что никаких жестких соотношений между музыкой световой партии быть не может и интегральный образ светомузыкального произведения зависит как от логики целого так и от личности художника он выделяет две фазы модуляции светового потока механическую и электрическую сравнивая первую с настройкой инструмента вторую собственно с исполнительским актом во втором докладе светохудожник описывает свой принцип создания световой партитуры фиксируя в ней как механические так и электрические модуляции и охватывает важнейшие параметры такие как яркость масштаб скорость и цвет создаваемых светомузыкальными инструментами свето живописных образов в отличие от предыдущих попыток создания световых партитур например у григория и още гидоне у правдюка и умельникова зорин предложил универсальную систему градации этих параметров из 10 степеней которые могли бы отразить процесс исполнения партии света что фактически могло бы унифицировать работу всех светомузыкантов с разными сми потому что на тот момент мы видим и это в наших в нашем архиве тоже зафиксировано фактически для каждого светово музыкального инструмента световые партитуры писались разными способами то есть у нас остались записи бориса полевого из киева его партитура светомузыкального произведения остались записи партитур световых для кристалла так вот они все по разному разные принципы использовали да а зорин предложил вот такой унифицированный способ фиксации светового потока разделенные на 10 степеней и поэтому это было достаточно важным к сожалению это я предполагаю что это частично потом вошло вошло в цифровые программы потому что на сегодняшний момент цифровых программах по управлению световым потоком примерно те же принципы есть то есть мы здесь видим как бы продолжение идей сергей михалыч уже программными способами возможно не прямое воздействие но принципы вот который он заложил они сейчас лежат в основе и цифрового программирования световых потоков в следующих докладах автор останавливается на важнейшей для него проблеме формообразования вводит некоторые понятия горизонтальной плоскости деталей и заполнений формообразования ритма задающих контуров и широтно импульсной модуляции проекционной ячейки и останавливается на необходимости сделать процесс света живописи предсказуемым с возможностью повторения светодинамической композиции эти положения являются принципиальными для дальнейшей реализации идеи оптического театра над созданием которого он активно работал в это время и о котором неоднократно рассказывал на последующих конференциях в казани ну вот здесь принцип действия проектора правдюка и зорина мы видим похож да учитель и ученик прям все все близко но сергей михайлович далеко шагнул и его ученики на сегодняшний момент продолжает его дело и развивает эти формообразователи еще дальше и мы видим абсолютно разнообразные способы проецирование света и это конечно радует ну и вот у нас остался один кадр с его вернее не один но один из кадров в виде фотографии его его одного из его спектаклей вот оптический театр остались фотографии булат махмудши туда приезжал фотографировала не обменивались информации о те периоды когда оптический театр переживал в общем не лучшие времена и переписка это тоже осталось стоит также сказать что они вместе ездили на конференцию во францию в клермон ферран и он при личных встречах вспоминал эту встречу с приличных воспоминания об этой встрече у него были достаточно яркими как они заставили французского композитора организации организатор конференции на ранье выпить стакан водки буквально вот это в общем у него такое бытовое воспоминание об этом было но тем не менее вот воспоминания или совместные поездки на конференции они конечно всегда сближали и потом с очень большой радостью вспоминались важным для оптического театра и для развития аудиовизуальных средств целом зорин считал сохранение целостности визуального изображения современные мониторы разрывают изображение на миллионы пикселей говорил он подаваемых на сетчатку глаза с определенными частотами и не совпадающих с биоритмами человека что оказывает негативные воздействия на мозг визуальной какафонии чудовищные безвкусицы действительно с избытком изливается на юные души превращая наших детей в электронных и реальных наркоманов писал он а ведь визуальная информация материально продолжает зорин спустя почти 10 лет то есть вот эту идею он высказывал на протяжении на протяжении нескольких конференций и воздействует на наше сознание подобно реальным объектам мира а что такое эти самые реальные объекты мира как не сгущенные под воздействием информации энергии и для создателя оптического театра главным было передать подвластными ему средствами энергию и информацию о правде жизни реальной истории и облагораживающей силе красоты достижение дворцов творцов искусства и развитие философской мысли обращался зорин и деятельности вот здесь такая у нас еще дружеская фотография осталась с встречи к своим предшественникам неоднократно говорил принимал участие в старом зале нашим в авиационном институте на конференции восьмого года его фотографии остались здесь же дальше видим фотографии михаила сергеевича заливатного даниэля фридмана станислава к речи вот они вместе тут обсуждают материалы конференции здесь в общем эти я думаю что для для развития для развития светомузыкальных идей вот эти обсуждения на различных конференциях и фестивалях они давали такой глоток импульсы и различные идеи для дальнейшего воплощения то есть я не скажу что они и были в конкуренции потому что каждый занимался большому счету своим уникальным делом и каждый понимал значимость экспериментов другого но тем не менее вот общение в среде единомышленников которые все об одном и том же о такой животворящей силе искусства все об этом говорили вот это их объединяло и сближало постоянно и конечно общее общее уважение было к традициям и к истории предшественников и поэтому надо здесь нельзя не сказать об отношениях сергея михалыча с львом сергеевичем терменом и вот его долголетней дружбы с ним и сохранение материалов вот и булат махмудж галеев очень много посвятил страниц своих статей и книг льву сергеевичу термену и вот в последней книге которые благодаря ученикам и последователям сергея михалыча удалось уже в этом году выпустить эти размышления о истории святомузыки сергей михалыч успел воплотить книги над которой работал до своей кончины и которую слава богу сейчас можно но об этом наверное скажет уже да я ну и помимо публикации сергей михалыча в архивной коллекции фонда галеев прометей сохранились также фотографии видеоконференции разных лет вот к сожалению у меня нарезки эти видео они достаточно длинные поэтому очень долго загружались я не успела нарезать эти видео но я думаю что вот наиболее интересные моменты мы с продолжателями дела сергея михалыча зорина ими обменяемся чтобы вот эти видеоматериалы они были доступны для исследования и в на светлояре и в москве и у нас видеозаписи встреч в казани в москве коллегами единомышленниками вячеславом фомичом количуком линником кречи андреем николаевичем голубевым максимовым и рим леонидной ванечкиной вот все эти материалы у нас хранятся и я думаю что для дальнейшего исследования этот предварительный обзор может быть только началом а для дальнейших исследований конечно будет еще много материалов которые станут полезными важными нужными потому как эта история аудиовизуального искусства история технологического искусства и вопросы и проблемы которые поднимали наши выдающиеся предшественники они будут актуальными до тех пор пока аудиовизуальное искусство развивается на этом я бы хотела завершить чтобы не чтобы дать возможность показать много фильмов и интересных дать слово другим нашим друзьям и коллегам хорошо знавшим сергей михалыча зорина работавшим с ними и следующее моих творчество вот на последней страничке у меня есть вот такой qr-код если если есть желание у людей обратиться непосредственно фонд для за материалами вы можете сосканировать его и сделать запрос там есть контакты на наш сайт на группу вконтакте и в telegram и собственно там есть обратная связь где можно эти запросы осуществить мы открытый фонд и готовим готовы предоставлять материалы для исследователей большое спасибо спасибо большое анастасия было очень интересно прошу прощения мы не включили звук спасибо большое я хотел бы спросить есть ли вопросы и комментарии у нас семинар это более свободная форма проведения мероприятия есть ли комментарии к услышанному но если позволите я немножко просто отзовусь что дело в пометке слышно меня да да отлично слышно во-первых очень очень интересно было у нас было недавнее занятие к нам приходят студенты дизайнеры к нам приходят студенты психологи в лабораторию скажу честно что часто просят повторить баркаролу просто приходит покажите нам еще раз все группы группе вот и на прошлом занятии буквально на прошлой встрече я решил начать сми обрез потому что это понимаете совершенно другое поколение люди которые там не знают торговского там не знают артемьева вообще ничего не знают кажется что в каком-то совершенно другом мире живут не менее приходят интересуются и вот как раз этот вопрос в чем ценность искусства что мы ценим в искусстве вообще вот вот эти вот вещи которые анастасия сейчас озвучила то есть те вопросы которые ставятся до создания композиций вот я их же задал мне просто сейчас очень это срезонировал потому что сергей михайлович кажется тоже как бы начинал сначала именно вот с этих вещей потому что сейчас происходит увлеченность формой и все эти технологии безмерно развитые и вот это клиповое мышление когда что-то яркое какое-то впечатление мы должны быстренько получить и и к сожалению в основном также быстро забыть эта проблема современного искусства и вот он задавал эти вопросы тогда и такие же вопросы остро я решил поставить перед новым поколением уже нашей лаборатории в чем же ценность искусства что мы ищем в искусстве что мы ценим в искусстве вот и был очень интересный диалог уже с новым поколением и оказалось что эти вопросы задавать всегда видимо видимо из поколения в поколение они должны ставится первыми и для тех кто создает новые приборы мы сейчас второму вопросу я хотел сказать что да оказывается еще огромное поле экспериментов в аналоговых приборах не переходя вообще в цифровую плоскость по-прежнему как бы тот багаж идей который был он да вот отчасти в этой новой книге музыкальная свето живопись но еще огромный нераскрытый потенциал я не могу сейчас раскрыть вам карты но мы занимаемся новыми приборами мы уже изобрели новые приборы и они уже представлены в новых композициях и еще несколько разработок у нас сейчас процессе и я думаю что уже через год если у нас будет встреча или даже на летние конференции мы представим совершенно новые аппараты то есть огромный потенциал который еще должен раскрываться без цифровых всяких вещей именно континуальный поток света вот трафареты у нас очень большая тема которая называется отражение то есть работа с отражением света и там колоссальный потенциал который вот раскрывается ну и добавлю что совершенно гениальная глубокая мысль о сочинении световых партий вместе со звуковыми партиями то есть вы знаете я уже говорил об этом вот на летней конференции сергей михайлович не надеялся на подобных композиторов и такую вот там открывал нам путь в общем это и но это очень сложная задача единственное что я сейчас хочу сказать что я встречаю некоторых композиторов такие описания и по себе знаю что иногда когда приходит музыка она приходит с некоторыми визуальными видениями сразу по крайней мере у меня так происходит может быть поэтому наше знакомство и сотрудничество сергей михайловичем вот сразу был такой резонанс потому что эти вещи очень тесно связаны и и и мы для этой конференции выложили полностью запись в сеть и в хорошем качестве передали в общем то на самом деле в какой-то степени не сразу конечно потому что мы тогда еще не были знакомы вот но эти видения которые пришли сразу с помощью световых приборов выражены поэтому это по сути как мне кажется одна из первых попыток синтеза ну конечно есть там уже вот эта линия была намечена но понятно что сейчас мы добились никого прогресса и в попытке сразу создавать музыку и свет композицию спасибо сергей я два комментария коротких попрошу тогда высказывающихся тоже в пределах примерно трех-пяти минут иначе мы не уложимся во времени в нашем как раз институте идет конференция я не знаю серия это или не серия что такое искусство а вот что касается попыток впервые это или не впервые мне кажется попытки такие вот сейчас уже производятся и есть такие со времен скрябина вот на протяжении своего этого времени ну то есть это но этому нужно отслеживать до оценить собирать я считаю сейчас очень важное время спасибо и у нас в зале как раз два композитора и сейчас творческий вечер у композитора и я думаю что и у всех композиторов есть с вами чем поделиться да ну ладно я не буду говорить за композиторов я просто решила передать сейчас слово я не не дмитриевне потому что время наше ограничено и я объявляю линина дмитриевна пруденко кандидат философских наук доцент культурологии преподаватель школы ротченко и магистрской программы миссис москва полтавские прометеи от концерта скрябина до лаборатории цвета динамических устройств сергея зорина и еще маленький комментарий перед тем как я не на дмитриевна выступит я не упомянула еще о том что вот данными докладами мы как бы отдаем дань тому что мы не сделали во время конференции 30 июня этого года а все эти доклады но не только у нас расширился спектр докладов мы должны были прочитать как раз в оптическом театре и театр нас не отпускал из-за этого в том числе пока мы эти доклады но сегодня мы их обязательно должны прочитать и отдать этому дань пожалуйста не дмитриевна добрый день спасибо большое за вступление меня хорошо слышно видно ага спасибо большое и я хотела бы расширить экран презентацию свою показать получается показать экран так я пока первый раз в этом интерфейсе но сейчас надеюсь найду на нижней панели показать экран на нижней панели показать экран на нижней панели поднять руку микрофон и рядом экран делиться и сейчас я показываю презентацию видно да начинает загружаться да я к сожалению теперь не вижу вас мы вас видим и слышим хорошо хорошо отлично тогда я начну спасибо еще раз большое ольги за приглашение очень рада быть среди коллег сегодня и говорить о сергея михалыча зориня действительно эту презентацию этот доклад я готовила конференции которая проходила летом но сейчас с удовольствием ее представлю говорить я сегодня буду о полтавском периоде сергея михалыча зорина и о его полтавском окружении а потому что удивительно но полтава была очень плодовито скажем так на светомузыку и на светомузыкантов светохудожников сергей михалыч ему познакомились не знаю сколько лет пять наверно назад когда я готовила свое исследование исследование такая за касалось советского периода а именно светомузыке в украинской сср и здесь на карте я отметила где собственно украине украинской тогда республики дам сейчас секунду хочу вот это скрыть наверное этого мешает смотреть в каких городах развивалась светомузыка развивалась на по-разному кто-то занимался только теории как например в таком маленьком городке нежине а был педагогический колледж как сейчас говорят тогда училище в котором была преподавательница занимавшаяся эстетическим восприятием светомузыке где-то занимались и теории практикой где-то только практикой то есть во всех городах по-разному но все эти города так или иначе отмечены в истории светомузыки советской украинской республики нужно сказать сразу что все эти города стали мне известны благодаря работе в архиве прометея потому что конечно архив прометея это самый полный на сегодняшний день архив советской света музыки и без преувеличения абсолютно скажу что в украине меньше информации осталось о светомузыке чем в прометея например даниэль фридман о котором сегодня уже вспоминала анастасия на предыдущем докладе говорил мне о том в частности у даниэля например который в ужгороде занимался светомузыка у него был там лазерный театр светомузыки он как раз говорил о том что его архив он практически исчез он очень много переезжал из города в город из страны в страну сейчас он живет в будапеште и к сожалению его архив личный архив до светомузыки он практически исчез но как сказал сам даниэль фридман именно благодаря тому чтобы галиев влад махмудович просил каждый раз всех светохудожников светомузыкантов по всему советскому союзу и послесоветский периода поддерживая со всеми отношения контакты влад махмудович просил каждого присылать любую программу любую афишку маленькую большую да все высылать ему для архива и действительно благодаря ему и благодаря этому его интересу и желанию поддержать своих коллег заниматься не самому не с кем-то соперничать ни с кем-то входить в какую-то конкуренцию но именно поддержать потому что он действительно создал это сообщество благодаря ему этот архив и сохранился благодаря ему как раз и архиву прометея все эти города всплыли всплыли да на карте светомузыки украинской республики советского периода я обращу ваше внимание что некоторые города больше большими кружочками обозначены некоторые меньшими и это тоже неспроста потому что там где больше кружочки там соответственно было больше активность и вы отметите что полтава наравне с одессой харьковом киевом и ушгородом довольно большого размера да потому что полтава как я уже стала действительно была очень активна в области светомузыки конечно самой яркой звездочкой является сергей михалыч сорин до который провел какую-то часть жизни в полтаве но помимо помимо него его его творчество его лаборатории которая существовала в полтавском заводе были и другие его коллеги с которыми он работал с которыми дружил и с некоторыми из них я буду рассказывать чуть дальше он дружил до конца своей жизни до поддерживал отношения на расстоянии но тем не менее эти отношения сохранялись в его жизнь по поводу ну как бы самое главное наверное событие которое связано с светомузыкой я еще хотел сказать о том что вот эта карта данная из этой книги которую я готовила когда брала интервью у сергея михалыча собственно так мы познакомились эту карту можно найти в этой книге и помимо этого я еще год делала в полтаве кураторскую выставку посвященную полтавской светомузыки и это было забавно потому что мы делали там такой таймлайн таймлайн полтавской светомузыки и самое первое событие которое связано с полтавской светомузыкой это несостоявшийся концерт с крябина он действительно был опубликован нужно сказать что полтава вот дореволюционного времени это был очень активный очень светский город в котором проходило очень много событий музыку там очень любили и ее там учить ей учили да то есть там было свое училище очень которое существует до сих пор и которое было довольно значимым свое время то есть там преподавали хорошие преподаватели до туда выходили интересные студенты которые потом работали в разных областях музыки и концерты там происходили тоже довольно серьезные в том числе в газете дореволюционной 1914 года в архиве в полтаве можно найти объявление о том что должен состояться концерт с крябина но он был отменен потому что скрябин себя плохо чувствовал у него были большие гастроли он до полтавы просто не доехал но тем не менее это событие мы тоже поместили в таймлайн полтавской светомузыки когда готовили выставку и там она тоже присутствовала а помимо этого тоже еще одно событие важное которое нельзя не упомянуть это то что в поселке городского типа которая называется опишня в полтавской области был рожден правдюк то есть и сергей михайлович считал себя тоже земляком прямом смысле слова да с юрием алексеевичем именно потому что они все же родились в одной области вышли из одной области да то есть из одного региона но если мы пойдем с вами дальше как бы перепрыгивая да это время понятное дело от скрябина в 50-е годы происходит несколько вещей очень важных прежде всего политического характера потому что 50-е годы известные после смерти сталина как оттепель позволили развиваться искусству более свободно да потому что мы помним все события которые происходили в 30-х годах когда схлопываются такие интересные эксперименты авангардистские как конструктивизм например которые в том числе работали с новыми технологиями да и в том числе интересные были эксперименты в области аудиовизуального искусства и связанные со светом музыкой не обязательно связанные со светом музыкой который очень подробно исследовал андрей смирнов и представил свои книжки все эти эксперименты аудиовизуальные они конечно 30-е годы очень быстро схлопываются маркируются как абстрактное искусство как авангардное искусство которое естественно никаким образом не имела ничего общего с идеологии концепции социализма который начал активно поддерживать стали и после его смерти конечно почувствовалась эта свобода и художники начали обращаться обратно к тем экспериментам том числе и светомузыкальным которые уже происходили до 30-х годов 20 века тому чтобы это возродилось послужило несколько скажем так событий было несколько тому причин которые в том числе сергей михайлович зорин в интервью который он давал мне называл которую он упоминает я думаю в своей книге вот сейчас точно прям не помню но мне кажется тоже путь к оптическому театру это тоже есть и первое событие очень важно которое повлияло практически на каждого светомузыканта который работал в 60-е 70-е 80-е годы в советском союзе с светомузыкой это конечно же выход книги туманность андромеды ивана ефремова которая опубликовалась впервые в нескольких выпусках журнала техника молодежи за 55 56 год год где были а где было описано светомузыкальное представление да то есть на космическом корабле именно как раз целью по сути то что потом чуть позже начнет называться эстетотерапии был создан такой концертный зал да в котором может могли космонавты не расслабиться наблюдая светомузыку да ну и погрузиться какое-то определенное состояние и в частности сергей михайлович зорин тоже писал о том что писал и рассказывал мне в интервью о том что на него очень сильно повлияла эта книга другое важное тоже событие которое вспоминал частности тоже сергей михайлович практически все другие светомузыканты и юрий алексеевич правдюк ну он давно умер мы с ним не были знакомы но например его ученики подтверждали да что это было очень сильное на него впечатление произвела книга именно константина леонтьева кандидата технических наук который написал книгу музыка и цвета такая маленькая книжечка думаю все здесь присутствующие хорошо знакомы с этой книжкой и с ее форматом малюсенькая брошюрка в которой было описано несколько нескольких как бы направлениях светомузыка а именно это было описано история светомузыки да то есть как она развивалась предыдущие века была описана физиология восприятия света человеком и была самая главная приведена схема светомузыкального устройства леонтьева который он называл кибернетическое ухо слова кибернетика к тому времени уже было не ругательным а очень популярным и известным и он использовал этот эту возможность да как бы использовать слова кибернетика к сожалению с кибернетика ничего общего у этого устройства не было она была аналоговым она была не было цифровым но она была автоматизированным потому что в это время еще в конце 50-х начале 60-х 60-х слова автоматизация и кибернетика то есть цифровые технологии очень часто ну как бы между ними можно было поставить знак равно то есть очень часто эти слова использовались как синонимы но вот благодаря тому что система была автоматизирована это по сути как ее зорин потом называл мигалка была да то есть одни частоты переводились другие и собственно так работала это светомузыкальное устройство которое потом все светомузыканты и правдюк и зорин и флориан ильич юрьеве многие другие они все назвали это примитивное светомузыкальное устройство поскольку тут не было как раз того что мы вот сейчас обсуждали как искусство непосредственное творчество художника который происходит здесь и сейчас и отображает этот синестетический опыт художника по восприятию музыки да то есть вот эти как раз аналогии синестетические они в светомузыке леонтьева были ну не очевидны и скажем тогда они были очень такие вернее наоборот скажем так очень очевидные очень понятные очень автоматизированные вот есть такая выдержка и 61 году выходит эта книжечка а еще пятьдесят девятом году леонтьев уже начал издавать публикации свои до печатать свои публикации на тему светомузыке где он тоже как и в этой книжечке уже по чуть-чуть публиковал историю светомузыке психофизиологию восприятия света человеком и цвета человеком и приводил свои схемы по которым потом огромное количество радиолюбителей в советском союзе собирала свои первые светомузыкальные установки которые опять же таки были вот эти кибернетические уши да скажем так которые довольно примитивны в своем своем творческом таком воплощении и в воспроизведении светомузыки и скорее напоминают нам дискотечную светомузы куда чем действительно какое-то высокое искусство сергей михайлович зорин конечно яркий самый как я уже сказала представитель полтавской светомузыки здесь мы видим с вами обложку 69 года техники молодежи это конечно но я не знаю если сравнивать наверное с срок звездами то для вот для рок-звезд важно появиться на обложке журнала rolling stone да то сергей михайлович вот в очень довольно таком молодом возрасте появился на обложке техника молодежи что конечно для цвета художника не только светохудожника но еще и изобретателя наверное будет сравнимо для рок-звезды появится на обложке rolling stone сергей михайлович был мало известен как светохудожник он работал в то время в полтаве в шестьдесят девятом году сейчас я вернусь еще к этому периоду и как раз благодаря тому что он попал на конференцию в казань так было от махмудовичу и к его команде он его там заметили как раз его этот инструмент удивительный портативный инструмент светохудожника и пригласили его да вот по сути сфотографировали и взяли его на обложку да это с обратной стороны журнала как бы не на лицевой обложке на обратной стороне вот можно увидеть сергей михайловича его портативный инструмент но вернемся чуть назад до 69 года я не буду пересказывать всю историю сергей михайлович и привел ее прекрасно в интервью рассказала в своей книжке мой путь к оптическому театру подал подробную историю можно полтавского периода прочесть я какие-то назову самые важные моменты поскольку конечно мы ограничены по времени сергей михайлович собственно начинает увлекаться света музыка и вот эти два важных события это увлечение туманностью андромеды и прочтение книжки леонтьева они состоялись когда он был еще школьником и после школы он решает не поступать в художественный институт тогда он был еще институтом и теперь академии искусств в киеве а идет работать на полтавский завод военный именно с целью создать светомузыкальный инструмент в этот период он уже начинает создавать свои светомузыкальные картины или как он их называл живые картины их примеры мы видим здесь на фотографии и кстати я думаю дарья может быть сегодня тоже вспомнит об этом одна из таких живых картин хранится в на светлояре в личном архиве до сергей михалыча зорина и вот как раз после конференции мы одну из таких картин нашли да еще разбирали смотрели внутри как она устроена и советовались с коллегой да как можно ее отреставрировать как можно эту живую картину оживить да чтобы она опять заиграла светомузыкальные композиции это первый инструмент который был создан на заводе как вы видите он гораздо больше чем портативный инструмент который был 69 году уже презентован в казани этот инструмент был больше гораздо и в общем то да вы видите довольно простая система управления до впереди перед светохудожником которое позволяет собственно менять изображение да то есть создавать эту цветодинамическую живопись понятия которое использовал сергей михалыч которое было разработано и как бы придумано да что ли и описано теоретически юрием юрием алексеевичем правдюком его понятие которое сергей михалыч поддерживал и использовал в своей теории тоже после в 68 году как раз образовывается образовывается лаборатория цветодинамических устройств которая которая как раз уже сергей михалыч создавал свой более компактный инструмент из из одним из ребят которые он работает который работал который присутствует тут тоже на фотографии он как раз и ездил в казань представлять свой портативный инструмент уже светохудожника но в 68 году лаборатория была организована номинально скажем так еще не юридически то есть сергей михалыч просто собрал вокруг себя интересующихся ребят которые начали с ним работать в этой области но ну им позволяли это делать поскольку его подразделения вот эти его ребята которые должны были свою основную работу да на военном заводе выполнять они выполняли очень эффективно и им давали возможность вот работать еще над светомузыкальными устройствами но в 69 году после того когда сергей михалыч попадает на обложку техника молодежи и его после этого приглашают на в днх представить свой инструмент там он ну можно сказать практически случайно ознакомиться с министром электронной промышленности с шокином который очаровывается сергей михалычем его инструментом портативным и собственно дает непосредственно уже добро на то чтобы лаборатория светодинамических устройств начала существовать формально то есть у ребят уже до этих молодых была возможность не в свободное от работы время заниматься светомузыкой до созданием светомузыкальных устройств а непосредственно работать над этим ну то есть это было их работа это конечно здорово на военном заводе электромеханическом была возможность создать такую лабораторию это конечно все заслуга сергей михалыча его энергия и его энтузиазм которые привели к этой такой возможности в частности в рамках лаборатории было разработано несколько таких инструментов которые вошли в историю да и ну и много инструментов которые действительно разрабатывались как эстетно терапевтические инструменты более автоматизированные и продавались в отделах ширпотреба такие инструменты действительно создавались много где до в разных заводах в основном военных конечно в советское время и вот в этих отделах ширпотреба они реализовывались и есть например в москве есть прекрасный роман крылов коллекционер молодой парень ему лет сорок наверное который коллекционирует как раз советские светомузыкальные устройства и советские да вот советского периода и таких устройств действительно было очень много то есть он их восстанавливает восстанавливает не только их технологическую составляющую но историю и собирает эту коллекцию вот этот инструмент он более индивидуальный то есть это действительно инструмент на котором можно было играть все же сложные светомузыкальные композиции художнику здесь и сейчас да то есть создавать вот эту свою 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 синестетические образы да и называлась понятно color music цветная музыка цветовая музыка довольно сложный инструмент который был создан для отеля полтава который есть и сейчас до сих пор существует в полтаве на окраине города это такой туристический был центр куда привозили туристов да то есть оставляли их там на ночь во время разных вот этих путешествий которые чуть не по всему советскому союзу до происходили на автобусах на поездах и так далее и этот инструмент был создан для этого помещения там он был и оставлен ну я пыталась как-то найти концы к сожалению нет этот отель был давно выкуплен и перешел частную собственность до сих пор является отелем но конечно инструмента этого там давно уже нет к сожалению или вот серийный инструмент который был не штучно как предыдущий color music сделан а это был серийный инструмент полтава-1 пульт светомузыкального для светомузыкального инструмента которым тоже могли пользоваться светохудожники но он тоже опять же таки более индивидуальный это не просто автоматизированная система это система уже действительно для светохудожника и несколько друзей несколько коллег о которых я тоже хотела бы рассказать сейчас буквально пару минут только у меня еще есть время до парочку минут рассказать буквально пару минут да хорошо да вот буквально пару минут я использую и вспомню о нинель николаевне седорук который я тоже узнала благодаря архивом прометея и которые с которой как раз сергей михалыч поддерживал отношения вот до конца своей жизни и сейчас насколько я знаю она еще жива и здорова она много лет проработала в музыкальном училище которым я сегодня уже упоминала в полтаве и вела там студию в том числе для деток по видимой музыки называлась это на студии имя именем чурленеса то есть как раз студия видимой музыки имени чурленеса и анина николаевна вела занятия на которых учила своих студентов детей подростков до слышать музыку то есть воспринимать музыку и восемьдесят седьмом году как раз на всесоюзной школе фестивале свет и музыка в казани на спецпрограмме дети рисуют музыку они представляли свои эксперименты то есть дети слушали музыку да научила их слушать музыку и воплощать их в визуальных образах а вот на это событие на котором они были в казани там также принимали дети участие которые занимались подобными вещами в других студиях казани москве в тбилиси тоже представляли свои работы к сожалению когда они николаевна ушла в 2003 из муз училища буквально годом позже она переехала жить к своей дочери в америку практически весь ее архив все ее разработки методологически ну как это часто бывает были уничтожены в кабинете в котором просто сделали ремонт многие вещи просто выбросили на помойку остались буквально несколько слайдов вот таких вот которые не удалось найти это слайды как раз света музыкальных этих образов которые рождались у подростков ходивших в эту студию в клуб имени чердониса и вот они рисовали такие образы наверное подобные образы подобные картинки тоже были представлены на на школе-фестивале в казани но остались некоторые методологические записки сидорук в девяностом году она выпустила брошюру под названием методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы в детской музыкальной школе и там она как раз и писала свою методику воспитания цветного слуха видимой музыки и развитие образного мышления у детей при прослушивании музыки так что какие-то теоретические записки по этому поводу есть еще один коллега сергея михайловича зорина это георгий георгиевич ларионов который на картинке на фотографии мы видим его справа и его сын борис георгиевич ларионов который вот кстати перепутаны даты раньше умер к сожалению сын да они не обратила внимание в 2003 году умер борис георгиевич молодым еще можно сказать человеком и вот в 2018 буквально мы с ним разминулись в несколько месяцев умер георгий георгиевич они тоже работали какое-то время вместе зориным но к концу жизни уже не поддерживали отношения я уже нашла кстати говорят через архив казани через какие-то записки которые остались в казанских журналах конференции за восьмидесятые годы я нашла его контакты и оказалось случайно что до сих пор его вдова уже на то время до сих пор живет по этому адресу в полтаве так я нашла архив георгия георгиевича и его жена мы видим по центру она передала огромный архив георгиевича и таким образом он хоть как-то наверное ими ну я надеюсь он сохранится потому что на тот момент когда мы не мы с ней встретились она сказала что вот и его коллеги по антарес попова разобрали все что можно да все что им было интересно и она боялась его разработки светомузыкальные они просто окажутся на помойке после того когда ее тоже не станет ларионов родился в полтаве у него отец был военным инженером в какой-то момент они приехали жить на урал там ларионов тоже стал военным инженером занимался радиолокации работал в этой области но в шестьдесят девятом году уже со своей семьей вот как раз сыном и женой он вернулся в полтаву и в начал работать как раз в тарес попова возглавлял секцию там биоэлектроники и шестьдесят шестьдесят девятом году в этом же году он создает свою первую цветодинамическую установку сигнал 69 это один из сигнал это один из это одна из вариаций этого объекта к сожалению картинки сигнала 69 меня нет но есть вот например символ 80 один из его один из его тоже цветодинамический одно из его цветодинамических устройств в чем особенность устройств ларионова он их и разрабатывал с терапевтической целью с помощью тератронов это такие лампы маленькие лампочки да вот мы здесь видим с холодным катодом которые по сути это такие интерактивные технологии советского времени которые зажигались при прикосновении к этой лампочке то есть их не прикасаешься она зажигается прикасаешься еще раз и она тухнет и как раз вот эти все устройства которые он делал например мне кажется еще вода символ 69 в том числе одна из вариаций символов она разработка разрабатывалась специально для деток с неврологическими особенностями и использовалась в больнице в детском отделении где были детки с особенностями неврологических отклонений различных и в детском саду где также такие детки воспитывались в частности вот этот инструмент опять же такие с тератронами позволял детям выполнять и изучать какие-то базовые арифметические действия рисовать в том числе изучать геометрические фигуры и так далее изучать буквы как вы видите которые тоже тут присутствует это как бы улучшало до их процесс обучаемости также он разрабатывал светодинамические устройства для полтавы для родного города которые использовались в бытовом назначении вот например такая карта очень долго висела в аэрофлоте полтавском аэропорту она была тоже с помощью этих лампочек интерактивная подобная карта и она провисела там очень долго вплоть до там уже наверное конца 90-х начало нулевых педов когда в этом аэропорту происходила реконструкция ну и эту карту к сожалению просто выбросили на помойку она не сохранилась но в общем-то про ларион до сих пор в полтаве очень мало знают именно уже новое поколение и как-то не особо еще пока ценят его наследие но было еще вот такая подобная карта это была карта разработана для службы быта полтавской области она тоже была интерактивная с помощью железной указки можно было опять же таки включать эти лампочки и рассматривать определенные районы полтавской области но в том числе она имела и с это терапевтическую функцию эта карта ее можно было включать в режиме это терапии для работников службы быта полтавской области которые могли опять же таки вот я сейчас приведу еще в пример записки ларионова которые остались также вот его жена передала мне в архив и это огромный ну просто я их называю записки леонардо да винчи огромное количество записей каких-то схем в том числе как создавать какие-то цвето динамические устройства но не только это потому что ларионова очень интересовал вопрос психофизиологии восприятия света и цвета и мигания цвета и он изучал как раз вопрос то того каким образом нервная система человека может расслабляться или наоборот возбуждаться под воздействием вот этого мигания определенного света или цвета опять же таки холодного теплого и так далее и вот эти записки они все тут сохранились в таком виде я думаю еще нужно будет расшифровывать изучать как раз когда будет уже нового поколения понимания ценностей этих записок которые остались и будем надеяться что это получит какое-то продолжение у меня в принципе все он я надеюсь я не задержала или по крайней мере не очень сильно задержала я отключаюсь тогда да спасибо большое и на дмитриевна а если у нас комментарии спасибо большое просто хотелось бы потом связаться и вот по поводу тех материалов которые вы озвучили получить к ним какой-то к тем которым есть доступ да конечно без проблем если есть возможность встретиться в москве с удовольствием в москве отлично спасибо большое я бы хотела сейчас слово передать надежде александровне каргополовой мы немножко уже торопимся кандидат искусствоведения заместитель начальника управления по работе с регионами российской академии художеств надежда александровна каргополова космическая тема творчестве сергея михайловича зорина на примере светодинамической композиции солярис пожалуйста надежда александровна добрый день все участники семинара всех очень приятно видеть слышать и вот даже те картинки которые вот какими-то абресами без изображения все равно приятное присутствие ваше потому что я думаю что прежде всего мы единомышленники говорим об чем всем понятных вопросах тем и так далее тем более такая тема как воспоминания сергей михайловича зорина человек который всю жизнь честно честно очень целенаправленно занимался любимым делом вот это какая-то его основная линия жизни она просто это огромное уважение вызывает потому что действительно все встречи мои с ним по крайней мере я не была конечно в кругу близких его знакомых не была его ученицей но старалась посещать все его в москве проходящие творческие вечера какие-то лекции и читала его публикации и так далее знала о его особым допустим отношении и отношениях мастерменом вот была у него дома была знакома когда познакомилась его супругой прекрасной вот вообще замечательная семья конечно вот и он очень много мне тогда рассказал это был 2015 год тогда вот я спросила не хочет ли он свои архивы вообще как-то оформить потому что когда я поняла сколько у него там материалов и что-то он мне показывал что не в доме было я немножко подвела потому что это надо все как-то и сохранить это большая ценность и не только для как бы вот для него но и для будущих поколений мне кажется тогда сергей михалыч как-то очень меня услышал хорошо и мы с ним тепло общались и очень благодарна за ту встречу вообще за все встречи но однако я повторю что я не была близком кругу и вот тема это который я сегодня представляю мне уже какая треть попытка ее осилить честно скажу она движется очень трудно очень трудно а вот когда я была на конференции в казани летом и астасия борисовна рассказывала что происходило у вас там на светлояре какой светлый то есть это было какое-то присутствие среди михалыча который все ощущали даже может быть физически дать как я по рассказам понимаю вот может быть что-то из этой области но вот движется у меня это как-то и с большим желанием с большим уважением и трудно вот сначала почему я выбрала эту тему потому что я оказавшись на последней творческой встрече сергей михалычем чему я обязана конечно вам ольга векторовна огромное вам спасибо еще раз за то что вы меня тогда проинформировали у меня была возможность посетить это творческий вечер в 23-м году вот и было тоже очень приятно что все в зале люди не случайные были мне кажется единодушие от начала до конца в этом творческом вечере кстати меня хорошо слышно и даже не спросила нормально слышно очень рада же вот и солярис который показывался по желанию сергей михалыча эта композиция его полной тишине в полной темноте и он объяснял почему это очень важно действительно это очень важно это точение именно на экране меня просто знаете но может потрясло потому что я не глубокий знаток творчества сергей михалыч но через эту композицию я поняла вообще его погруженность в тему и мне тогда вот очень показалось интуитивно что космос здесь очень важен но сама композиция понятно как связано с темой космоса но что это более как-то серьезно чем просто название выбор темы так далее я позвонил или написал им после этого творческой вечерине задумка после него и попросила сказала что я хочу написать какую-то статью какой-то материал попросила его помощи консультации он не отказал разумеется прислал мне вот хорошего разрешения композицию и как бы договорились о дальнейшем общении но погруженность подседневные дела отодвинула как бы я понимаю что все таки сергей михалыч уже был серьезно более вот 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 не получилось неожиданно известие его смерти конечно это остановило все мои попытки медленные вот и вторая попытка это была рассказать об этом не в казани как получилось светлояре куда я не смогла попасть при всем моем желании интересе и и я тоже благодарю очень благодарю дарью ученицу сергей михалыч за разговор телефона за то что она тоже откликнулась и плата согласно со мной тоже со авторством с авторстве как бы что-то написать и консультировать и так далее но опять вот это поседневные какие-то дела и прочее все обязательные неотложные какие-то дела связано с моей с моей организации жизни тоже все затянуло сегодня третья попытка сегодня мне третья попытка вот и в отличие от енины благодарность ей большая за материал я тоже слышу на специально приходил на именную версию когда она рассказывала об одном своем герое которым занимается архитекторе полетел меня имя сейчас флориан юрьев флориан юрьев замечательная была лекция очень интересная вот я слышала конечно же об алтавском тоже вот этом периоде это большое подвижность от енины за то что она разбирается так подробно внимательно и с таким отношением к этой теме вот но в отличие от енины я сегодня обращусь к автобиографии сергей просто другого варианта нет я просто эту тему получается что не просто так легко представлю а только начну к не подходить и вот то что я на сегодняшний день успела то я как бы сейчас расскажу если все знают биографию по его книге но то прошу прощения поскольку у меня это основной источник моих изысканий в отсутствии самого сергей михайловича в отсутствии контактов с его учениками тут же просто из-за моей какой-то такой вот организованности особой ну и так космос потому что мне мне представилось что эта тема очень важна для зорина и немножко личного отношения здесь не совсем вот может быть научный будет подход почему потому что сергей михайлович блат махмонтович который диссертации писал это все современники моих родителей у меня очень отношение здесь личное это фурчество светомузыканты и художников романтиков мечтателей изобретателей чем он до сверстать на 60-е незаразвратно сопряжена с темой космоса это поколение родившихся предвоенные военно-сорковые очень сильных духом людей целеустремленных и монстров любил их они были детьми войны простите я просто писала проект в лисе войны у меня сразу об этом говорю просто эмоции захлёстывают наследников и победителей в период оттепели вместе со всем советским народом воодушевленно переживали космические достижения страны запуске первых отечественных спутников земли я просто напомню для такого уже как вот для хронологии первый искусственный спутник 57-й год 4 октября второй с собакой на борту 57-й год 3 ноября первое изображение обратной стороны луны 59 году общий восторг разделяли все от 108 минутного полета человека в космос и всем известная дата 12 октября 61 года это был один оборот вокруг земли и через три с половиной года это уже был в сутки в космосе трех членов экипажа космического корабля 12 октября 64 года восход 1 космический корабль без защитных скафандров находились в нем космонавты и наконец 65-м году 19 марта выход в открытый космос селеного это вот такая концентрация космических фактов фактов нашей страны только чтобы достигла наша страна в такое небольшое время после войны после разрухи восстановление тогда и конечно огромный огромное воодушевление всех тем более детей победителей в этом 65-м году надо сказать что состоялась выставка художник космосе с участием летчика космонавта алексея леонова георгия покровского это был доктор технический наук и андрея соколова художника завтра леонова то есть искусство откликнулась моментально на вот эти космические события и одушевле воодушевление было огромным кино музыка изобразительное искусство литература все это как бы вот поддерживала на вот эти вот факты которые происходили на глазах советских людей и если мы сопоставим с нашим с нашей темой который мы все занимаемся да то это вполне естественная была реакция вполне естественный как будто на этом очень сильном воодушевлении создавалась история святомузыки потому что все знают что такое произошло в казани в втором году исполнение со святой партии пометея скрябина студентами казанского амбициозного института и студентами государственной консерватории их преподавателями с которого начинается отчет полувековой интенсивной творческо-практической научной деятельности казанского прометея сначала формате с кб потом в нем не несомненно что успехи отечественной космонавтики оказали значительный вольтись на общем ациональный настрой студентов к и участников проекта и что в свою очередь не могло не предрешить удачную подготовку и представление скрябинской симфонической поэмы с партии света там же были поездки музей скрябины такие заявления что мы хотим поставить скрябина со светом и значит нахождение партитуры то есть там очень много что происходило что собственно как бы студентам радиотехникам как бы ну ну как-то посмотрели наверное странно с другое время а это все что у них очень легко и получилось получилось замечательно важно и то что основная часть истории основная история казанского прометея была связана с казанским институтом а там хоть кратковременно работал сам королев который был запускался первый спутник искусный спутник земли готовил полет гагарина в космос наш главный конструктор то есть вот эта прямая связь космоса с истории святомузыки с ее началом вот это вообще тема космоса вообще тема космоса и не буду приводить другие факты потому что и время ограничено и как бы нужно уже приближаться к нашему герою рассказа сергей михайлович зорин к нему придем и здесь нужно сказать назвать несколько фактов которые повлияли на формирование мировоззрение эстетической платформы творчества несколько обстоятельств с его детства отрочества и юности здесь уже многое рассказала енина я просто как-то некоторые вещи вскользь на некоторые обращу внимание со своей темой и так святомузыка невозможно без самой музыки мы знаем что сергей михайлович не получил музыкального образования но очень не хотел получить там люди просто это не получилось силу как был жизненных обстоятельств и он перечисляет какие инструменты его интересовали таких он пытался играть как-то занимался этим фортепиал хотел научиться не получилось на баяне гармошки мандолин пытался играть то есть у него было вот самого детства стремление желание большое внимание к музыке дальше второе и третье обстоятельства это занятие изобразительным искусством без чего тоже невозможно заниматься просветом музыкой и увлечение космосом они шли параллельно а в своей автобиографии значит он пишет что в 56 году после переезда в полтаву через год после переезда в полтаву он начал заниматься в художественной студии и одновременно в авиамодельном кружке и в художественной студии мы знаем что получился четыре года очень ценил полученный опыт который пригодился в творчестве дальнейшем и очень интересные фотографии я видела в пятнадцатом году одну из них заинтересовалась весьма этой фотографии где сергей михалыч изображен на фоне стены и за его спиной изображение или библейского пророка мне кажется там изображен и андре течи только он не волосницы а какой-то наподобие тоги одежды вот но очень как вот сам обликово похож на и андре течи этот рисунок сделал в квартире своей мамы пряности не обоих он рассказывал об этом на своих творческих вечерях вот это очень как бы схвачена иконная техника древнерусская манера очень уверенный рисунок понимаете то есть видно что человек действительно имеет отношение к художественному образованию он был обучен и еще другой рисунок там другая фотография простите где он за мольбертом и на мольберте стоит лист с рисунком портрета ленина он узнаваем он очень тоже уверен этот рисунок то есть мы понимаем что художественное образование зорит получил вот и хотел бы сказать про вот эту авиамодельный кружок студии авиамодельный кружок он увлекался созданием летающих моделей ракет там ни много ни мало и также он говорил о своем страстном увлечении астрономии там очень приведен в фотографии интересный эпизод когда он подсказывал учительнице астрономии она не была конечно просто за неимением учитель астрономии там кому-то предложили другому но он знал так астроном что договорились что он будет помогать учиться и показывал там на пальцах кому ставить какие оценки на этих уроков своим одноклассникам он был уверен он был уверен он очень хорошо знал предмет то есть вот это вот его собственное увлечение увлечение космосом увлечение астрономии и он любил фантастику он любил фантастику что такое фантастическую литературу разумеется и здесь вот я хотела бы обратиться к статье комиссару развития кинофантастик к детической живописи в конце контексте истории советской интеллигенции сочетались некоторые цитаты о том уважаемые коллеги только у нас зависло изображение у меня тоже и звук пропал надежда александровна у нас пока видимо всех надежда александровна у вас все в порядке связи я всех вижу 10 секундная пауза по вашей части мне продолжать в 66 году приводил следующие данные научно-фантастическую литературу сэр издает около 20 издательств центральных республиканских областных ее регулярно печатают более 50 журналов и газет многие из которых какой-то миллионными тиражами вот и до 58 года ссср на русском языке было выучено около четырехсот пятидесяти названий произведений фантастики а с 59 года по 65 включительно только на русском языке было изнано более 1200 научно-фантастических произведений это к тому какая была эпоха как формировалось мировоззрение и в какой среде поколение моих родителей там сергей михалыч и влад махмоныч как бы существовали вообще что на них влиял как космос среди фантастической литературы конечно много было космосе вот это я специально привожу и еще хотела привести небольшую стату здесь она очень маленькая а кинофантастике в ссср что этот жанр развивался в ссср очень вполне благополучно и середины 50-х годов на экраны периодически стали выходить успешные фантастические кинокартины тайна двух океанов планета бурь человеком фире петли ориона и так далее так далее мы зашли апофеоз может быть так вот уровня всего это был тарковский солярист более позже в начале 70-х но здесь обращаюсь но вдруг возвращаюсь к сергей михалыч он вспоминает о своей автобиографии что в юности создал картину под названием и на марсе будут яблони цвести под впечатлением одноименной песни из кинофильма мечте навстречу это советский художественный фантастический фильм 63 года поставлен режиссером михаилом карюковым атаром каверидзе на одесской киностудии там сюжет романтический летит четвердеастроном таня выручать выручать какой-то космический корабль который застрял на марсе к ней значит другой ракеты летит очень дорогой ей андрей доставляет топлива и все это вот на фоне космоса развивается в общем в интернете кстати есть картина можно и посмотреть вот и песни написали две к этой к этому фильму ванна мурадели на стихе ген толматовского и на марсе кухня стали очень популярными еще я земля другая песня так называется а также электронную музыку космическую мозгу к фильму сочинил и исполнил на фото электронов синтезаторе звука амс эдуард артин с которым позже сведет жизнь а сергея михалыча и сергей михалыч подробно описать сюжет своей космической картины вот это и на марсе будут явно вести в автобиографии я не буду наверное сейчас описывать эту картину смотрите как хотите экономили просто время это описание есть его автобиографии вот скажу только что картина это была подарена сергеем зориным его добрым друзьям семье литвиненко и долго висел на стене в квартире вот интересно мне вообще на как сохранилась и сохранилась тоже какова ее судьба этой картинке очень интересный артефакт вот и уже агенина говорила о роли брошюры леонцева музыка и цвет 61 года я не буду на не останавливаться все уже сказано потому что был катализатор идей для леонси для зорина книга поразила вызвала отклик он стал набрать час их музыкальным инструментом создавать вот и о туманности андромет ефремова енина тоже говорила в связи с полтавским периодом но я хочу перевести саму цитату зорина потому что вот то как он об этой книге пишет очень многое объясняет его отношения и значение этой книги в его судьбе начиная с 57 года это цитата уже я в своем любимом журнале любимом журнале техника молодежи который выписывал и прочитал от корки до корки с упоением поглощал роман и ивана ефремова туманной синдромеды потом я прочитал все романы этого замечательного ученого и писателя но этот первый роман остался самым любимым особенно потряс момент в котором ефремов талантливо описывает искусство далекого будущего герои романа слушают и смотрят симфонию фаминор цветовой тональзе 480 мю и характерно что зорин приводит сайт для биографии целиком цитату из книги ефремова для современного молодого читателя который не очень любит читать толстые книги вот это вот отношение к ефремову даже всю цитату привести для тех кто будет читать уже его автобиографию очень трепетно очень трепетно то есть уже зори прожившей жизни не перестает ценить ефремова и передавать свое это вот отношение к ефремову молодому поколению будущему молодому поколению и под впечатлением от романа ефремова десятиклассник сергей зорин в шестидесятом году начинает писать повесть о пассиона о юноше родившемся в звездном корабле а его первой чистой любви вот такие высокие переживания чувства творческий импульс вызывали все события связаны с космосом и с теми ефремовским изложением космического космической истории которые отозвались у сергей михайловича повесть не была окончена но рукопись ее сохранялась спустя много лет не знаю есть она в архиве сергей михайлович но это тоже очень интересный факт который можно потом исследовать в 63-м году создается первый портативный инструмент света художника и десятилетия 60-х заканчивается тем что у нас нового 69 оптический театр вот я опускаю многие факты из творческой биографии о чем уже был рассказ на встрече против ком создание диссидеменческой композиции сообщения с казани и так далее и обращусь сразу к солярису вот ее появление я так понимаю что в принципе все присутствующие наверное эту историю создание так как подходил к ней композиция известны но скажу в контексте свои темы три обстоятельства значит способствовали появлению этой композиции создание этой композиции о чем сергей михайлович говорил на своем последнем вечере и не только на нем одно из них это впечатление от его присутствия на творческой встрече со станиславом лемом автором романа солярис времена его студенчества роман вышел с напольского сгев шаг первом году на русском он появляется в переводе ковалевского журнале знаний сила шаг первого года в шаг втором он был сокращенном виде в переводе а примовича опубликован в журнале наука и техника вот где были как бы так основные публикации фантастики такие технические журналы как мы знаем и затем сокращенный переводик русский на восьмом-десятом журналах звезда 76 году был призван полный перевод романа гудимовом и перельман выполнены в серии библиотека польской литературы а под известность им солярис андрея тарховского был снят 72 году с музыкой эдуарда артемьева мы знаем что андрей тарховский был у сергей михалыча смотрел композицию отклик он написал свой отклик на них доброжелательный вот это вот непосредственно общение с режиссером соляриса а затем знакомство и сотрудничество с эдуардом артемьевым в студии электронной музыки музея скрябина куда я пригласил молков очень впечатленный работами зорина то есть как бы сама судьба его вела на эти встречи вот подвигли его потом уже к созданию собственного соляриса он сказал что все три эпизода главных у меня в жизни сложились то есть это лем этот арковский это артемьев и вот музыка артемьев сопровождает была взята выбрана для цивилизмической композиции навеяна романом лема и впечатления над фильмом тарховского и конечно свое собственное видение в своем жанре светомузыкальном нам представил сергей михалыч я считаю что описывать саму эту музыкальную композицию как-то нет смысла ее надо смотреть вот с другой стороны мне кажется вообще нужно как-то задуматься о какой-то методологии описания этих работ потому что это действительно нужно для просто вот так сказать для того чтобы писать об эти композиции нам теоретикам и историкам да и техническую сторону я конечно не буду рассматривать я думаю что это сделают лучше меня другие тученики степки михалыча которые бок о бок с ним работали знают все как как говорится творческую кухню единственное что я могу сказать вот даже опять таки цитата то что размещено в интернете в том варианте как размещен солярис зорина в интернете запись значит светодинамическая композиция солярис подвергалась постоянной модификации привязаться в рамках авторского замысла значит с 1981 по 21 год и 40 лет 40 лет эта работа показывалась демонстрировалась стало быть она не вызывала у автора никакого не отторжение не забыть я ничего а наоборот это был постоянный интерес и поэтому мне показалось что на это из главного его творчества я не могу утверждать не не охватив как пытание изучив все творчество Сергея Михайловича вот это чисто интуитивно мое такое вот ощущение что это одна из его любимых композиций и тут меня могут поправить ученики и что еще хотела сказать но вот то что я надеялась что анастасия борисовна покажет кадр здесь технические сложности из фотографии из каталога музыка и светлости нового года где сергей механ демонстрировал свой солярис и вот этой фотографии было бы видно разница между последним его вариантом вот то что допустим я и другие видели на его творческой вечер двадцать третьем году это разница действительно разницы есть вот затем поскольку я не присутствовал светлояре где были другие участники казанской июльской конференции да я спрашиваю интересовалась когда они смотрели уже в смене в архиве прометея солярис тот который мы видели на творческом вечере похоже ли это демонстрация видео видео версия на то что было светлояре да там дарья вы там показывает композицию и мне сказали нет она была другая вот это ведь тоже интересно то есть разные версии представлялись невозможно охватить их все и не возможно ты не видел и не знаешь а какие эти модификации насколько они были ощутимы я могу только вот сказать то что я сказала и остановиться на этом единственное мое заключение будет я надеюсь что вторая часть семинара будет показана композиции у всех будет появиться возможность еще раз пережить это впечатление отзоринского космоса а и дополнит меня его ученики а завершить свое выступление мне хочется словами сергей михайловича такая цитата очень короткая я бесконечно благодарю за внимание спасибо большое надежда александровна у меня есть комментарии но я прежде должна спросить может быть комментарии из зала есть из зума можно комментарии надежда большое спасибо очень такой объемный содержательный доклад очень много интересной информации и знакомых еще с детства фильмов вы перечислили только маленькая поправочка а на марсе будут яблоки цвести это так называется в письме а фильм называется мечте навстречу а я так и сказала я так сказал что как-то так его все время называли исходя из марса я думаю что за фильм такой думаю я его смотрел я стал что этот фильм можно посмотреть в интернете он есть мечте навстречу но он одно сама картина зорина была написана под впечатлением песни из этого фильма и на мягкие на марсе будут яблоки цвести поэтому я повторял эту правду неоднократно из-за этого понял спасибо я короткий комментарий сделаю потому что нас немножко здесь торопит встреча которая будет композитором в соседнем зале но тем не менее мы стараемся как бы максимально нашу программу выполнить а я могу себе отказать комментарии с красной нитью проходит через всю нашу конференцию вот эта вот вещь о сохранении архивов и мы слушали это и в докладе людьми дмитриевны и вы упоминали и до вашего присутствия у нас был доклад о сохранении лекции эдуарда артемьева наша бывшая аспирантка здесь занимается этим и надеюсь она издаст вот с архивом сергей михаил сергеевича заливатного тоже нужно будет но много работайте вместе с ним а с архивом сергей михаиловча наверное работают активно дарья и будем потихонечку все публиковать и это дело продолжено я думаю спасибо вам тоже большое вот за это боль за сохранение архива спасибо спасибо есть ли еще вопросы комментарии тогда мы должны сейчас принять решение я с вашего позволения все таки свой доклад опять отложу и мне хотелось бы дать слово ученикам сергей михаиловча и прежде всего давайте выработаем очередность может быть дарьи или сергею давайте отдадим должное дарья она приехала и пусть дарит уже выступит вот прямо из зала пожалуйста всем добрый вечер слышно для меня я хотела бы сегодня остановиться на периоде творчества сергей михаилович который я достала лично я пришла в оптический театр в 2001 году и собственно это был оптический театр при музее-центре эмир эриха и собственно там разворачивались показы именно оптического театра сегодня много выступающих говорили про сергей михаиловича как творца цвета живописных произведений но как вы многие знаете что его творчество но не ограничивалось только создание цвета живописных композиции произведений также он очень вдохновенно много и долго занимался данным программ оптического театра которых использовал аудио визуальные композиции на основе слайдов и вот я сегодня на этом хотел бы остановиться потому что для сергей михаилович это было очень важным периодом его творчества и собственно к сожалению этот период творчества им самим остался не отрефлексированным его автобиография была названа мой путь к оптическому театру и он планировал после этой книги написать две книги посвященную музыкальной свето живописи а вторую оптическому театру вот книгу посвященную музыкальной свет лиже к eks JENN om j 해�ús и советим Y�� Grant он успел написать перед смертью и мы уже после его ухода его присадали вот к сожалению у неё нет на руках но возможно многие из вас ее видели держали в руках и даже читали вот книгу посвящена оптическому театру написать ему не Он успел написать перед смертью, и мы уже после его ухода ее издали. Вот, к сожалению, у меня ее нет на руках, но, возможно, многие из вас ее видели, держали в руках и даже читали. Вот, а книгу, посвященную оптическому театру, написать он не успел. Да, вот сейчас Сергей показывает книгу «Музыкальный театр и живопись». Вот, и я полагаю, что период его творчества, связанный с оптическим театром, еще нужно будет осмыслять, анализировать, рефлексировать этот период. И, собственно, вот сегодня я хочу такое первое приближение к этому сделать. Буду во многом опираться и на свой опыт взаимодействия с Сергеем Михайловичем, работа в оптическом театре и на его автобиографические записи, заметки и так далее. Стараюсь сделать это не очень долго, где-то, может быть, подсокращу. Вот, начнем. Итак, как вы знаете, даты создания оптического театра, Сергей Михайлович, он называет 69-й год. Это год, когда появилась его первая аудиовизуальная композиция на основе использования слайдов «Святая Русь». До этого, начиная с момента изобретения своего первого прототипного инструмента светохудожника, о котором сегодня и Нина, и Анастасия говорили, в 63-м году он создал композиции динамического светоживописи. Но, тем не менее, Сергей Михайлович также отмечает это на обстоятельствах своих записях. Он постоянно увлекался фотографированием как обычных фото, так и слайдов. И вот, как он пишет, начиная с 61-го года он приобрел фотоаппарат, и тогда он стал очень активно снимать. И увлечение фотографией световыми устройствами, инструментами для него всегда шло параллельно. Он это подчеркивает. Под большим впечатлением от информации о десятках тысяч разрушенных в СССР православных храмах, он много стал ездить и снимать их на слайд. И в 69-м году, как мы знаем, это и год его первого участия в конференции в Казани, так вот в 69-м году сложилась его первая композиция «Святая Русь». Музыка к ней на волне вдохновения и сильного переживания была смонтирована Сергеем Михайловичем Быстро из нескольких музыкальных композиций. И это, надо сказать, единственная аудиовизуальная композиция на основе слайдов, которой музыка имеет вот такой составной характер. Спустя некоторое время появилась вторая композиция в цикле «Святая Русь», которую в дальнейшем Сергеем Михайлович всегда показывал вместе со «Святой Русь». Это композиция «Рекви». И это первая по хронологии произведения с использованием слайдов, которые не претерпели никаких изменений. Единственная его аудиовизуальная композиция на основе слайдов, которые не претерпели изменений. Даже через 50 лет после их создания мы можем их увидеть в том самом виде, в котором их создал сам Сергей Михайлович. Это принципиальный момент, потому что все остальные свои произведения, как на основе использования слайдов, так и светоживописные, он постоянно менял. Это был один из основных таких творческих принципов в работе. То есть постоянно произведения менялись, трансформировались. Он давал много места импровизации. Но про это, про принципы я чуть позже еще скажу. Вот эти композиции «Святая Руси» и «Реквием», они принципиально отличались от аудиовизуальных программ, которые Сергей Михайлович делал. До этого работая только с динамической светоживописью. Ни в «Святой Руси», ни в «Реквиеме» динамическая живопись не использовалась практически. Или потом, когда он демонстрировал эти композиции, она, я имею в виду, светоживопись играла совсем несущественную роль. И он к этим композициям допускал такие дополнения, светоживописные, как облака или вот очень скупой такой вот эффект, как звезды, которые могли еще ассоциироваться со слезами. Появление слайдовых программ было, как писал сам Сергей Михайлович, всегда был обусловлен для него потребностью вводить смысловую составляющую при создании аудиовизуальных композиций. Как мы уже слышали, что для него смысл всегда был, в общем-то, на первом месте. Но вот такая вот семантическая составляющая, она вышла на первый план именно при создании аудиовизуальных композиций на основе слайдов. И, будучи великолепным рассказчиком, Сергей Михайлович всегда притворял композиции своим рассказом на заданную им тему. И вот сейчас немножко про принципы создания аудиовизуальных композиций и программ на основе слайдов. Вот эти принципы, принципы создания таких программ, они уже наметились с самого начала, с момента появления его Святой Руси. Вот я впервые пробую их отрефлексировать. Сергей Михайлович вот так это не оформлял и не прописывал. Итак, первый принцип программы, любая программа аудиовизуальная, она всегда создается в ответ на сильное личное впечатление, которое было воспринято в результате собственного опыта и погружения в тему. Через путешествия, общение со значимыми для раскрытия темы людьми, большой значимости для личностного развития. И это о том, что программы аутического театра, вот программы аутического театра Сергея Михайловича, они никогда не создавались по заказу. Он всегда создавал для этих программ отклик на свой очень мощный внутренний личный опыт. Второй принцип. Аудиовизуальная композиция является неотъемлемой частью рассказа ведущего. Аудиовизуальная композиция вплетается в ткани рассказа, рассказ настраивает, создает определенную оптику для восприятия аудиовизуальной композиции. И вот, например, Юрий Алексеевич Правдюк, он никогда не предварял свои концерты, показывая, воспринимать песни, композиции, рассказы. Для Сергея Михайловича это был принципиальный момент, рассказывать, настраивать перед показом. Третий принцип, который я уже немножко начала раскрывать. Программы, как и сам рассказ, так и композиция, предполагали некоторую вариативность, изменчивость, импровизацию. И не существовало жесткого сценария. Сергей Михайлович опирался на некоторые ключевые идеи, тезисы, которые он прописывал для себя, исходя из того, что считал значительным впечатляющим для самого себя в этой теме на данный момент. Для него было очень важно, чтобы то, что он говорит, прежде всего, глубоко трогало его самого. И именно через это он считал, что он сможет обратиться к зрителю, к слушателю и тронуть его. Также Сергей Михайлович оговаривал ряд принципов, которые касались технической стороны создания программных показов. Первый ключевой принцип – это континуальность потока света во всех световых инструментах. То есть это предполагало использование аналогового, нецифрового способа получения изображения. Это вот так тоже мы говорили сегодня. И второй принцип, который для него был значимым, очень, казалось бы, при всей, с какой-то стороны, несущественности его, но вот он очень обращал на это внимание, это большая забота о создании атмосферы в зале, которая предполагала тщательное затемнение в самом зале и обрамление экрана для того, чтобы зритель погружался в действие, проявляющееся из полной темноты, был захвачен и не отвлекался на технический нюанс. То есть для него было очень значимо вот то, какое впечатление будет произведено, насколько оно будет глубоко, насколько оно будет непосредственно, без, да, в тщательных технических моментов. И, говоря о принципах создания аудиовизуальных программ в актическом театре, нельзя не сказать об огромном арсенале творческих методов, находок для создания программ, которые применял и использовался в Кейнхарте. Он постоянно вел записи об этом. У него существует, как я показывала, архив, который остался от Ларионова, сравнимо, не знаю, больше-меньше, но сравнимо объемный архив остался и Сергея Михайловича. Очень много записей, записей творческих находок, которые он применял, не применял, просто оставлял для того, чтобы будущие светохудожники могли к ним обратиться. И нужно отметить, как многие из вас знают, что его мечтой на протяжении многих лет было создание творческого такого светового оркестра для глаз, он так это называл. И в этот оркестр входили бы разные световые инструменты. Про световые инструменты, как уже говорила сегодня Анастасия, были написаны статьи и книга в соавторстве с Платом Галеевым и с Ростомом Сайфольным светомузыкальные инструменты. И, соответственно, Сергей Михайлович очень много исследовал и сам пробовал разные инструменты. И вот в арсенале актического театра на протяжении разного времени появлялись разные световые инструменты, они проходили проверку по временям и оставались только те, которые были для Сергея Михайловича подходящими вот в его работе над созданием композиции актического театра. И обобщая некоторые виды инструментов, можно выделить некоторые классы этих инструментов, которые Сергей Михайлович использовал для актического театра. Первое – это инструменты непосредственно для демонстрации потока слайдов для аудиовизуальных композиций. Второе – это инструменты с использованием актических систем, чаще всего преобразованные самим Сергеем Михайловичем из уже имеющихся приборов. Инструменты для масштабирования изображения, панорамирования изображения, для создания динамической графики и для множения изображений, калейдоскопа использовал. И ряд других, которых я еще не перечислила. И третий класс – это инструменты для транспарантной проекции, светодинамические ячейки квадратного типа, барабанного типа. И четвертый класс – это инструменты для лазерной проекции. Дело в том, что я еще хотела показать несколько композиций. Я сейчас думаю сократить. Хотела еще рассказать немножко про особенности его метода в работе над слайдами. Давайте я опущу, наверное. На потом. Важно сказать, рабочая деятельность Сергея Михайловича всегда была связана с аудиовизуальными устройствами и программами, созданными для них. Однако, будучи свободным при создании устройств и программ, Сергей Михайлович работал тем не менее в рамках предписанных той организации, где он работал на текущий момент. Например, в созданной им же самим лаборатории светодинамических устройств в Полтаве он создавал устройства. В подмосковном санатории Ерено создавал устройство и программ для психотерапевтической работы медиков, так же, как и для работы в Центральном госпитале КГБ и медицинских учреждениях при Академии наук. Работая в МГУ с Галиной Александровной Питай-Городской, он создавал и устройства, и программы для решения образовательных задач, которые ставились на кафедре. В московском НИИ экономики и комплексных проблем связи он создавал устройство программы для международных выставок, посвященных темам НИИ. И нужно отметить, что показы оптического театра как такового с авторским программами Сергея Михайловича долгое время проходили лишь для небольшого круга зрителей, для людей, которые не случайно узнавали о существовании оптического театра и Сергея Михайловича. Для него самого проведение им самим авторских встреч с демонстрацией программы оптического театра долгое время воспринималось как дело для души. И где бы официально не работал Сергей Михайлович, я перечислил несколько учреждений, он всегда создавал специальные условия дополнительно для показа в своих собственных творческих композициях оптического театра. Также в зал оптического театра была преобразована одна из комнат в его московской квартире, где побывали Тарковский, Любимов, Шнитке, Солнцева, Климов и другие люди, которые были заинтересованы методом творчества. И вот только перейдя работать в 1989 году в Международный центр Рерихов, первоначально он назывался Советский фонд Рерихов, Сергей Михайлович стал проводить свои авторские программы оптического театра именно для широкого круга зрителей. Изначально это было специально построенным для оптического театра зале от метростроя, а затем в зале оптического театра при усадьбе Лопухиных, в которой на тот момент располагался Медия Рериха в Москве. И вот я как раз застала тот период, когда оптический театр стал существовать для широкого круга зрителей. И вот немножко про это тоже расскажу. Вот здесь, в усадьбе Лопухиных, появились большие программы оптического театра, которые были основаны на принципах, озвученных выше. Напомню, первая программа создается как подклик на глубоко личность, назначенную тему. Вторая, аудиовизуальная композиция сочетается с рассказом ведущего. И третья, аудиовизуальная композиция рассказ предполагает значительную степень импровизации. И вот те программы, которые Сергей Михайлович показывал, его авторские программы «Святая Русь», «Дети Вселенной», «Египет, Аклатеда, 21 век», «Посланники Вечности», художника группа «Мрагл», потомок Альби Гойцев или «Человек-невидимка» Альби Сергеевич Термени, «Станны эпохи Возрождения». Это были три большие программы у Леонарда Да Винча, Микеланджело и Айрфаэля, «Держава Рейриха», «Легенда Востока» о путешествии по Денгали, сихима Непалы, параллельные миры о группе движения. Построены на одних принципах создания программ оптического театра. Все эти программы имели и ряд своих особенностей. Например, некоторые программы имели и аудиовизуальные композиции в своем составе, и визуальный ряд, которым Сергей Михайлович сопровождал свой рассказ. Это такие программы, как «Атлантида», «Цветаны после зарождения», «Держава Рейриха», «Послание к вечности». Также были некоторые программы только с аудиовизуальными композициями, без дополняющего рассказа видеоряда, такие как «Святая Русь», «Дети Вселенной», «Легенда Востока». И некоторые программы были только с сопровождающим рассказ видеорядом. Они были похожи на лекции, без аудиовизуальных композиций. Такие программы, как «Потомок Альбегойцев», это рассказ про Льва Сергеевича Турмена, и «Параллельные миры» про группу движения. И в завершение хочу сказать, что Сергей Михайлович в этом периоде своего творчества он активно шел на сотрудничество с разными интересными творцами, музыкантами, философами. Например, им было создано несколько программ концертов оптического театра совместно с одной из лучших исполнителей на термин-воксе Лидии Карменной концертной музыкосфер, где Лидия исполняла произведения на термин-воксе Сергея Михайловича на световых инструментах оптического театра. Также были программы, созданные его супругой Еленой Зориной совместно с художником Ольгой Рябухиной. Это были программы «Прикосновение к Востоку», «Сельвадору Далира», «Медиус Варо». Совместно с Романом Романовым Елена Зорина создала оптический спектакль «Алхимия. Свет из глубины веков». Александром Ефремовым был создан оптический спектакль «Алтай. Путь к вершине». Также были созданы и театрализованные постановки «Маленький бринц» по сказке Эдзопири и «Милосердие» по пьесе Рериха. Вот. Все, что я хотела сказать по этому оптическому поршению Сергея Михайловича. И я хочу предложить вашему вниманию две композиции. Несмотря на то, что я рассказывала про программы оптического театра на основе слайдов, я хочу вам показать одну его светомузыкальную композицию, а другую свою. Вот. И, собственно, на этом хотела бы закончить. Аудиовизуальная композиция на основе слайдов одну из них можно увидеть на нашем сайте. Вот. Но вообще, конечно, композиции все и аудиовизуально на основе слайдов тоже лучше смотреть, конечно, вживую. Поэтому я во всех приглашаю и вас, дорогие зрители, слушатели, тоже на «Светлояр» в Нижегородское область село Владимирска, где находится прекрасно построенный для оптического театра зал. также мы сейчас воссоздаем музей, который будет посвящен истории синтеза света и звука в память о Сергею Михайловичем. Вот. У нас есть телеграм-канал, который так называется «Оптический театр». Вы можете все к нему присоединяться и следить за всеми новостями, которые будут появляться. Вот. И мы всегда открыты к взаимодействию, общению, сотрудничеству. Поэтому вот добро пожаловать. Какую-то пиздец. Давайте сначала посмотрим композицию Сергея Михайловича. Это последняя композиция, которую он создал. Да. И она была продемонстрирована на выставке в конце 2022 года, посвященной юбилею Александру Николаевичу Скрябину. Вот. Она была создана в зале как раз на Светлояре. Прекрасный вообще зал с большими возможностями для работы со светоживописью. Не только со слайдами там есть прекрасные возможности. Вот. Создан он, исполняли мы с ним вдвоем эту композицию. Вот она была записана на видео. Можно здесь выключить свет в зале? Да, сейчас мы выключим свет в зале, потому что все композиции лучше смотреть так, как и хотел Сергей Михайлович при полной темноте, насколько это возможно. Все? Мы запускаем. на Продолжение следует... 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 Дарья, потому что вот именно в этих вот особенностях творчества. И если у вас есть возможность в ближайшие дни довести текст доклада до текста статьи, то милости просим и, возможно, публикация в нашем сборнике «Искусство звука и света». Спасибо. Спасибо. И, пожалуйста, присоединяйтесь. Есть ли у кого-то что еще сказать? Ольга, спасибо вам за то, что вы всех нас объединяете. Вот лично мне трудно вам отказать. Я участвую, только вот еще не дошла до того уровня сборника. Вообще-то очень прекрасные события, очень нужные. Воспоминания Сергея Михайловича и всех событий, которые связаны и которые мы сегодня перечисляли. Это история, в которой, вот, простите, это очень ускоро наше нами пишется, хотя бы сейчас нами говорится. Это очень важно. Это часть культуры российской. Поэтому то, что вы делаете, к чему вы нас, чем вы нас заряжаете, это очень важно. Поэтому спасибо вам. Спасибо. Надежда Александровна. Я хотелось бы, чтобы у вас было гораздо больше свободного времени на то, чтобы вы посвящали его именно публикациям. Потому что то, что я читала у вас, это очень важно. Тогда на вот этой ноте и на ноте приглашения всех публикациями к участию в разных мероприятиях, в том числе обязательно на озере Светлояр и продолжение наших поездок. И всем, кто еще не был, очень рекомендую там побывать, обойти озеро в правильном направлении по часовой стрелке или у кого есть намерение против часовой стрелки. И обязательно там бывать. Всем спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Да, счастливо. До свидания. Всем спасибо за участие. Спасибо. До свидания. До свидания. «Окно в тонкий мир» в памяти основателя оптического театра Сергея Зорина. В отечественной культуре Сергей Зорин стал одним из продолжателей дела Кандинского, Скрябина, Бараново-Росине, Тернена, Гедони. Свою деятельность в области синтеза света, звука, движения он начал в 1963 году с создания портативного инструмента светохудожника. В 1969 году с появлением первой аудиовизуальной программы с использованием слайдов «Святая Русь» возникла идея оптического театра, который в дальнейшем Сергей Михайлович развивал и воплощал в жизнь. Различные площадки для показа композиции, музыкальной светоживописи и оптических спектаклей действовали в разное время в Подмосковье при санатории Ерина, в Москве и Центральном научно-исследовательском институте Министерства связи, МГУ, научно-исследовательском институте экономики и комплексных проблем связи, в Международном центре Рерихов, в Культурном центре итальянской коммуны живой этики в Чита де Лапьева, а также в музейно-туристическом комплексе «Град Китиш», начиная с 2015 года. Регулярно показы проводились и в Домашнем оптическом театре, как в Москве, так и позже в селе Владимирское. В Московском домашнем театре побывали многие деятели культуры, художники, режиссеры, композиторы, среди них Андрей Тарковский, Элим Климов, Юлия Солнцева, Юрий Любимов и другие. Название своему театру Сергей Зорин дал в 1969 году, однако на первых порах им рассматривался и другой вариант. Так как я показываю свои композиции в абсолютно затемненном помещении, то из этой темноты, как из предвечного лона, рождается действие иногда на пределе различия. И тут начинается настоящая магия. Поэтому у меня в 1969 году был большой соблазн назвать то новое, что рождалось, магический театр. Но, поразмыслив, решил, что совдеп мне не даст спокойно жить со словом «магия», хотя оно, по сути, вернее. И тогда я выбрал более спокойное и невинное название – «оптический театр». Такое название не должно было вызывать подозрений. Тем не менее, на первых порах автор выстраивал проект именно магического театра. Согласно своим творческим интересам, основатель русского кинетического искусства Лев Носберг, Сергей Михайлович входил в группу Носберга «Движение», называл его кинетическим. Представляю на экране несколько изображений, сохранившихся в архиве Льва Носберга и в архиве Сергея Михайловича. На обороте сохраненных и увезенных им в США чертежах театра он оставил пометку «Серегин кинетический театр, 69-й год, Москва, октябрь». Однако автор настаивал на своем. Это его, Носберга, название того, что я нафантазировал на этом листе. Не совсем точно. В моем замысле это был именно магический театр, вмещавший в себя все, о чем мечтали великие предшественники, такие как Гедони, Баранов Росине и им подобные. Был в составе интегрального театра, конечно, и оптический театр, но в его высшей фазе развития. Так Сергей Михайлович характеризовал свой проект спустя годы, в 1922 году, добавляя к уже упомянутым магическому, оптическому, кинетическому и еще и стоящие как бы над всеми ними и связующие все их определения интегральны. Протестировал здесь текст Сергея Михайловича о магическом театре, переданный мне для сборника статей «Искусство звука и света». Сохранившиеся в архиве Носберга чертежи магического театра, а также другие иллюстрирующие его материалы из личного архива Зорина, в контексте проектов храмов синтеза искусств 10-60-х годов 20-го века, демонстрировались в 1922-1923 годах на трех выставках «Новое искусство света и цвета» Григория Гедоний. Вот мы здесь с Дарей и Сергеем Михайловичем на фоне афиши. Здесь Сергей Михайлович рассказывает о своих экспонатах на выставке «Новое искусство света и цвета» Григория Гедоний. Далее от «Музыки к свету» посвящение Скрябину, Росизу, Москва. И «Храмы искусств. Опыт реконструкции семи отечественных проектов» 1906-2022 годы в фонде Галеев Прометей в Казани. Последняя из них была проведена с апреля по июнь 1923 года и встречала участников Галеевских чтений 1923 года. Организация выставок к началу проведения конференции по синтезу искусств и синестезии в Казани стала традицией. Направление по реконструкции макетов храмов синтеза искусств руководитель НИИ Прометей Галеев задал еще в 1987 году, когда в сотрудничестве с Худфондом Татарской Республики выполнил модель святопамятника Октябрьской революции Гедони для выставки всесоюзной школы фестиваля «Свет и музыка». На экране видим иллюстрацию к этому. Помимо чертежей к Магическому театру, а также макета Храма Солнца Сергея Зорина и других проектов, к выставке 1923 года был представлен макет Зала светомузыки архитектора Агишева, в проектировании которого в 1969 году принимал участие и Галеев. Вот несколько иллюстраций к этому и то, как они выглядели на выставке в виде макета. Проекты Магического театра и Храма Солнца Сергея Зорина остались лишь в эскизах и чертежах, которые вкупе с комментариями автора позволяют нам представить замысел художника. Макет храма на основе чертежей автора и при его личном консультировании выполнен студенткой Государственного университета по землеустройству Дарьей Романовой под руководством архитектора Михаила Корси. Оптический же театр и сегодня открыт для зрителей, для основателя театра важно было развитие его идей исключительно на практике. Именно театрами называли свои детище многие отечественные светохудожники. Григорий Гедони, светотеатр, это был Петроград, Ленинград, 20-30-е годы. Юрий Правдюк, театр музыкальной светоживописи или Государственный театр светоживописи, Белый театр в Харькове, начиная с 60-х годов. Лориан, светотеатр в Киеве, начиная с 60-х годов. Даниэль Фридман, светотеатр Люкса Терна, Ужгородский городской светомузыкальный театр, Лазерный театр Люкса Терна, Ужгород-Будапешт с 1982 года. Алексей Голтыхов, в Москве, театр света, Москва, начиная с 1990-х годов. Часть из этих названий переведена в книге Нины Прутенко «Украинская светомузыка», единственном на сегодняшний день исследовании, где творчество Сергея Зорина поставлено в широкий культурологический контекст. Определение для нового вида искусства каждый выбирал свое. Баранов-Рассине называл его оптофоническим, Матюшин – цветописью, Гедони – искусством света и цвета, Юрьев – музыкой света, музыкой цвета, Юрий Правдюк – светоживописью, динамической музыкальной светоживописью. Термин «светомузыка» использовали Галеев и Фридман. Как пишет ее Нина Прутенко, в плане терминологии возникали и теоретические противоречия. Наиболее острые концептуальные дебаты Галеев ввел с киевским и харьковскими художниками Юрьевым и Правдюком. Юрьев критиковал Галеева за использование термина «скрябина – светомузыка» и считал, что музыка цвета, как он ее называл, должна выполняться в полной тишине и не паразитировать на звуковой музыке. Спорум на почве понятийного аппарата также существовал между Галеевым и Правдюком. Последний настаивал на термине «светоживопись». Это я процитировала Янину Пруденко. Сергей Зорин придерживался терминологии высоко ценимого им Юрия Правдюка, с которым успел поработать в Харькове на протяжении нескольких лет. Последнюю свою книгу он назвал «Музыкальная светоживопись». Святослав Рерих при встрече с Зориным, состоявшейся 21 января 1975 года, высказал следующее свое впечатление об оптических спектаклях и светоживописи. «Мне кажется, что ваш театр, что ваш оптический театр – это настоящее окно в тонкий мир. Знал бы он, вспоминал позже Сергей Михайлович, как меня более четырех десятилетий тому потом вдохновляли его слова, как заставляли по-новому взглянуть на происходящее в театре. Экран ведь не просто белая плоскость, а как бы средостение между мирами. Начинается демонстрация композиции или оптического спектакля, и это средостение тает, и мы проникаем в мир более утонченный, сотканный из множества лучей, то есть в мир лучистый, в мир тонкий». Высказывание Святослава Рериха созвучно на мой взгляд словам Грудольфа Штайнера, содержащимся в его лекции с близким к светоживописи названием «Моральное переживание мира цветов и музыкальных тонов». Цитирую у Штайнера. «В будущем человек сможет своим переживанием проникнуть за музыкальный тон. Он станет воспринимать музыкальный тон словно некое окно, через которое он вступает в духовный, сверхчувственный мир, и тогда он не будет зависеть от того неопределенного чувствования, как тон присоединяется к тону, например, в мелодиях, но за отдельными тонами душа будет иметь сквозь них морально-спиритуальные переживания. Словно через некое окно душа будет проникать через музыкальный тон в спиритуальный мир, тогда тайны отдельных тонов станут раскрываться за ними». В буквальном смысле над подобного рода окнами Сергей Зорин начал работать в том же 1975 году, когда для конструкторского бюро общего машиностроения спроектировал и собрал иллюзорное окно для полноразмерного прототипа лунного жилого модуля. Целью изобретения стало формирование психологического комфорта будущих обитателей космического пространства. Это было необходимо для решения проблем борьбы с сенсорной депривацией. Как вспоминал Сергей Михайлович, окно при включении начинало жить собственной жизнью, и никто, даже изобретатель, не мог сказать, что будет дальше, так как все проекционные устройства внутри окна работали от генератора случайных импульсов. Иначе формируется светоцветовая среда в оптическом театре, она полностью управляется светохудожником. Помимо множества практических разоработок, Сергей Михайлович отдавал должное теоретическому обоснованию и истории светоживописи. Об этом свидетельствуют десятки его статей и несколько книг. От написания докторской диссертации на разработанную им тему об управляемой светоцветовой среде как универсальном поле моделирования любых ситуаций для психологических исследований, Сергей Михайлович, к большому удивлению коллег из МГУ, отказался. Еще в юности он решил, что никакие звания ему не нужны. Всю свою жизнь Сергей Зорин посвятил оптическому театру.